добрый день уважаемые зрители и гости нашего канала сегодня у нас продолжение моих историй и так это 2003 год и соответственно у нас сегодня история будет по моим приятели витюшу почему так его называю ведь уж хотя он старше меня поопытнее мы с ним из одного двора то есть наши дома стояли по соседству он был чуть меня постарше и поэтому в детстве мы с ним общались как бы это сказать не сильно близко а потом с возрастом у нас это дата рождения потихонечку смещались как в любое время то есть все понимают когда ты маленький 2-3 года это большая разница когда-то становишься постарше вы становитесь ровесниками а поскольку ведь уши был такой парень как бы это сказать там не сильно сидевший дома и на месте он всегда находил каких-то приключений из детства чем отличался ведь уши их было два брата оба брата близнецы и оба заикались наверное первое мое детское ощущение когда я с ними провел наверно недели две летом им было нечего делать им двум братьям и соответственно мне и мы во дворе лазили ездили куда-то там а в центр москвы еще кто-то смотрим колобродили то я обратил внимание поскольку они оба заикались два брата то через две недели я стал заикаться причем совершенно по необъясним для себя причинам я поймался на мыслишь мне три слова трудного говорится начать заикаться не знаю да может быть у кого-то такое было но во всяком случае у меня случилось что касается всего остального это первые какие-то детские обиды первые детские какие-то неожиданные вещи которые люб в любой случаются наверное компании в том числе во дворе и соответственно у меня с тетюши до конца жизни все это телепалость телепалость в каком смысле мы могли дружить могли поссориться и как бы не складывалось у меня и у него жизнь мы с ним дружили на протяжении лет 25 то его посадят то меня посадят и соответственно все равно это московская подворотня сближала это была каховка у меня был дом 25 а у него 27 и соответственно мы как бы всегда встречали все находили какие-то темы и именно про витюшу пойдет наш рассказ сам по себе витька в отличие от своего брата ваньки он был вот как бы это сказать такой наиболее активный а ваня был такой немножко такой пессимист такой спокойный такой рассуждающий ведь уши всегда находил движуху и именно этим он не нравился и когда мы стали постарше витюша устроился высшую школу кгб что с этим было связано ведь уж уже работал а я еще учился в школе а поскольку москва уже начинала меняться это 87 86 года то я как школьник ведь уши меня проводил и мы там соответственно там ходили на дискотеку причем высшей школе кгб не только была дискотека там еще крутили какие-то фильмы которых в обычном кинотеатре не посмотришь том числе там джентльмены удачи операция и и кучи кучи еще таких вещей которые в принципе по телевизору показывали редко поэтому я с удовольствием по выходным ездил туда общался с этими молодыми ребятами которых нуждало довольно-таки ну трудная судьба потому что все эти офицеры кто проходил высшую школу кгб в большинстве своем они ездили по различным странам типа ангол еще каких-то и у них там довольно таки так серьезно все происходило почему-то я помню с одним разговорился он рассказывал такую вещь что один месяц в африканской стране но потом три месяца в госпитале я не знаю что они там делали не вдарялся в подробности но тот факт что они подходили конкретную подготовку имелся потому что это не с чьих-то слов а со слов ребят которые вот там учились чем еще дорог был витька когда мы закончили все наши дела имеют у школу ведь уши был отпуск по работе мы с ним тогда мы совсем были молодые ребята поехали в питер питер летом видите со своей ксивой кгб шины нам дали какую-то общагу от какого-то института и мы там провели чудесные две недели мы ходили в петергоф ходили по каким-то выставкам зашли в эрмитаж посетили алмазный фонд причем до сих пор помню когда нас долго-долго водили а это уже был такой как бы страна уже ссср кончалась я спросил экскурсовода слушать а у вас же огромный запасник ну да игра почему ну так принципе мы ходим смотрим а запасники вас огромна почему не выставлять и как у вас здесь вообще происходит с подлинниками и так далее она сказала такую вещь ребят к сожалению вот эта вся ситуация которая творится ведет тому что подлинников все меньше и меньше по приказу сверху порой какие-то дорогие редкие вещи идут просто в подарок я куда не может быть она говорит да но дело не в этом страна все равно развалилась и все равно что-то происходило сам факт того что вот этот питер это лето мы так хорошо провели время и ведь уж на ксиву позволял нам нигде вообще не останавливаться не стоять каких-то очередях по зеленый сливает и ксивой мы посещали все 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 места в которые нужно было стоять огромную очередь и отдать ему должен у тебя до сих пор помню эту поездку помнит магнитофон у нас была кассета с юрием лозы и там был этот плод и так далее то есть все все вот это вот прям эта поездка в этом поезде долго долго мы там выпивали вот эти первые такие посидел когда ты один вышел грубо говоря из семьи и сам по себе ты ведешь уже вроде бы такую жизнь такую как один такой никто тебя не окружает и на несколько дней уезжаешь своим приятелям то есть все 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 вот это я помню и вот это вот воспоминание о нем хотя мы сейчас с ним не общаемся и очень жаль я все равно это сохранил своей памяти чтобы у нас не происходило мы с ним порой ссорились люто ведь если ты видишь ты телефон мой знаешь знаешь как меня найти позвони принципе с тобой с удовольствием встречу здесь о чем поговорить я через раз освободился с химией это стройки народного хозяйства и повстречав ведь уши я вдруг увидел что около него подъезда стоит такая симпатичная audi сотка по тем временам не дешевые машина я соответственно игру слушай витя а чё это такое-то он где мы тут чуть-чуть втроем левачим у них собралась интересная компания довольно таких интересных ребят причем один из их был с деньгами они занимались чем они в центре москвы арендовали хороший офис прям вот конкретно хорош нанимали сотрудников и в зависимости от того чего не хватало в москве этот момент а всегда кто-то что-то искал купить особенно если нужна крупная партия допустим летом для примера все искали воду и неважно это фанта это пепси или что-то такое прям с периферии приезжали прям на фурах чтобы где-то закупить то что летом естественно все раскупит и ведь уши значит торговал водой просто для примера приведу эффективность их него такого криминального промысла арендовать офис по тем временам косарь полтора зелени то есть соответственно полторы тысячи долларов вы снимаете на месяц хороший офис если вдруг в этот месяц у вас не стреляла они спокойно продлевали аренду и удар у них я имею ввиду именно если попадался клиент и они его хлопали ну говоря по нашему то получалось у них в районе 15 и 20 тысяч долларов это примерно две фуры воды они не разменивались на мелочь они торговали прям именно фуры или две чтобы отбить соответственно затраты и у них получалось где-то в среднем 3 максимум 5000 долларов вложения на весь антураж и зарплату сотрудникам которые ничего не подозревались или на телефонах и как бы ждали когда придет клиент они соответственно ждали когда клиент отправит деньги то даже даже еще у них было лучше тогда не отправлялись деньги тогда деньги были наличными то есть клиент приходил в офис ему давали приходный ордер ему все 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 писали на бумажках говорили где стоят эти фуры он выплачивал соответственно деньги деньги при нем убирались сейф и с ним курьер и ехал на базу где стоят эти фуры и естественно на базе курьер начинал искать эти фуры набирать соответственно ведь уж и почему-то этих фур там ну по странам спустите какой ну какое удивительное совпадение фур там не было клиент начинал нервничать но как правило этих 30-40 минут хватало чтобы ведь уши спокойно открыл сейф достал деньги стер все все отпечатки и спокойно уехал тогда не было ни телефонов не было соответственно камер наблюдения то есть по большому счету был ли потерпевший были сотрудники которые не знали что они делают и было описание вити и видите соответственно пропадал два-три месяца они отдыхали потом приезжали опять на скидывались по 1000 долларов и открывали снова такую же якобы фирмочку якобы офис который торговал чем-то нужным говорю еще раз бы им было все равно чем торговать лишь бы в этот момент москве была нехватка именно этого продукта я с ним в этом участие не принимал ну и слава богу мы занимались совершенно другим криминалом но светюшим и отношения поддерживали последний раз когда его закрыли на это будет самую удивительную историю это когда ведь уши меня позвал в тему причем это дав настолько это было ну интересно и смешно по большому счету что даже и даже сказать мне здесь нечего потому что ситуация но просто если сейчас кому-то сказать слушай давай кинем минобороны то человек сказал что дурак что ли а тогда ведь уши спокойно взялся ну кидать такую серьезную организацию все было по старой схеме он открыл офис в этом офисе сели сотрудники и он решил министерство обороны по очень хорошей цене поставить несколько вагонов тушенки там практически эшелон получал то что иск у него был я сейчас вот вспоминать точно ну не могу но точно было несколько миллиардов от полутора до двух с половиной миллиардов рублей по тем временам очень крупной суммы и ведь уши обмолвился этим со мной и суши гир не хочешь принять участие в каком качестве ведь ну там помочь нам подсказать что-то как играть но у тебя ситуация такая что если вдруг чё-то ты сейчас делаешь не так а ты скорее всего сделаешь я тебя знаю то нас тобой загребут и очень надолго а естественно иметь в потерпевших министерство обороны никому тогда не хотелось но ведь уж и сказал слушай гернут и подумай я говорю об чем я тут думать ты скажи какая моя доля ну мы давай обсудим ягу нет ведь так не получится то мы с тобой сделаем по-другому если хочешь чтоб я на себя взял криминальную часть я ее возьму а ты на себя возьмешь хозяйственную часть что в принципе ты вывезешь спокойно но я захочу говорю 50 процентов то есть есть какая-то доля которая уйдет на себестоимость процесса а остальное мы с тобой 50 на 50 ведь уши был жадный он задумался и сказал слушай гердова я ну пару дней подумаю увидеть вообще не проблема я буду только рад если в этой теме участвовать не буду поскольку зная тебя очень неохота с тобой потом идти в подельниках и вести эти суды а тогда по тем временам даже при самом хорошем раскладе 67 лет это прям в легкую ты за это получишь даже даже если вдруг придут хорошие характеристики там и все-все-все будет за тебя то есть тут там не церемонились потом можно и десяточку было схлопотать а я прекрасно оценивал что если ведь уши до этого кидал частных лист то министерство обороны будет на тяжеловато поскольку там тоже есть своя служба который проверяет что за фирма если эти вагоны поэтому там нужно было делать грамотно а витя на это не был способен поскольку тогда у меня уже был сотовый телефон увидите кстати почему-то не было он мне позвонил год называть не буду пусть будет примерно конец девяностых игорь суши гир надо повидаться а был уже вечер и губить на уже поздно вот ну и как раз без пробок доедешь я на районе бегу ну все хорошо ну думаю видимо увидите что-то срослось видимо согласен думаю надо подъехать послушать чё это вдруг а прошло не два не три дня прошло где-то ну дней пять я подъезжаю на свой район заодно зашел на свою квартиру там дела какие-то поделал и соответственно брал витьки ведь как бы все выходи мы встречаются с ним во дворе садимся ко мне в машину в гербе надо кое куда съездить игру годится он где-то еще год ягод долго думал действительно ты прав ну давай подключайся точно 50 процентов я согласен ягру ведь ягод что-то странно куда мы с тобой так поздно вечером едем оба суши здесь недалеко около метро калужской у меня встречи там мне как раз должны отдать деньги а ведь уши мне еще и должен был за мой мерседес амгешный он ведь я помню я тебе как раз отдам деньги игру все ведь хорошо и мы с ним ну так уже поздно это было что-то 10 начале 11 москва то допустил довольно-таки быстро то есть в один часов вечера принципе метро ну дал не должно было никого быть мы подъехали без чего-то 11 и остановились как обычно чуть подальше это моя ну как бы завсегдашняя привычка а у метро прям движуха прям вот-вот а парочка сид читает газету двое стоят курить что-то обсуждать то есть чек 8 вот таких таких довольно таки молодых и и специфически одета и самый главный физически развитых ребят по сторонам стоит игру ведь а в чем подвох то почему так поздно встречу он будет ну слушай там человек он именно ну сказал что может только поздно я согласился и грозим ты меня позвал быть не хочу ехать на своей машине а увидите-ка была тогда бмв и не просто боевая вся в тюнинге такая прям вот вот прям вот как показывают фильмах спортивные со спойлерами в общем такая черная на черном тонированном это у меня очень приметно а твой 124 mercedes прям идеально подходит а он у меня был прям не тонирует ничего примут обычно как будто шел завода mercedes он был то практически новый но дело не в мерседесах фбм а дело в том что движуха у метро мне не понравился я сказал игру ведь все конечно хорошо но я чувствую что ситуацию тебя как бы сгущается я бы не знаю с кем у тебя проблема с министерством обороны со своим другом или еще с чем-то я бы на твоем месте сейчас вот туда на встречу к нему не пошел вы знаешь чё гер ягод всегда к тебе прислушивался и наверное так же и поступлю мы еще постояли посмотрели народ не рассасывался явно ждали нашего витюшу я говорю все разворачиваемся и им домой было недалеко это минут 15 езды от калужской до нашего дома мы соответственно приехали уже где-то было часов 11 начало 12 совсем поздно а учитывая что в те времена я был то в розыске то меня искали то еще чего то мне тоже совсем поздно кататься не хотелось но и на квартире оставаться у себя и не мог и когда его сажал ведь гривить все было хорошо я гудиста чуть и могу сказать спасибо что ты все-таки вспомнил про меня ягоду в данный момент я сделал не в моих 50 процентов я говорю по ходу у тебя потекло и потекло конкретно он это насколько гер ягана учитывая что было у метро я бы на твоем месте сейчас домой не ходил бы поэтому смотри сам конечно ну да тут дело твое но у тебя вот прям вот утром явно могут быть уже приключения может быть и ночью поэтому ты подумай может быть и переночевать у ваньки у ваньки болта своя квартира он быть все гер хорошо я понял и я уехал ну естественно что произошло прошло где-то два-три дня не звонит иван гидгера подъехать такая ситуация надо забрать машину свить к беда я тебе при встрече расскажу подъезжаю и ванька мне рассказывают в эту ночь видите собрал вещи приехал к ваньке утром соответственно оделся побрился и сел в машину поехал по делам а днем ивана арестовали прямо на квартире они же не знали что их два брата близнеца и иван пошел как витюши ваню помучили день ваня естественно рассказал 9 и витю вечером взяли уже у себя на квартире мне в то время тоже не повезло я встретился с ванькой забрал эту красивую боевая даже покатался на ней успел отвезти в зеленоград причем по дороге у меня сгорел бензонасос мы это закатывали уже на трассу и где-то ну наверное буквально месяца через полтора через два уже задержали меня то есть получилось так что сел витюша через пару месяцев сел я самое интересное было другое это то что я освободился получается почти где-то через четыре года чуть меньше а ведь уж освоился через три с чем-то поскольку каким-то образом витя везучий попал под амнистию и естественно витю выпустили и виде чем стал заниматься чем-то как обычно интересным и вот на тот момент когда мы начали эту историю как раз ведь уже был на свободе давно уже где как год чем-то а я только-только вышел и наша встреча тогда втроем где присутствовал я витя и лёня как раз вела к стройке они до этого где-то за полгода попробовали летом сделать вот то что они хотели предложить мне и у них причем получилось они где-то нажили ну где-то тысяч по 20 долларов по тем временам причем это были хорошие деньги единственное что ничего тогда не предвещало всей этой предыстории как они наживали эти деньги их не контора не конора никакого отношения к легальному бизнесу не могла иметь а самое главное они не собирались легализовываться все было поставлено как было там много-много лет назад этот этот это сплошной какой-то аферизм это сплошное кидалово и самое главное они не гнушались ничем если нужно кинуть рабочих они кидали рабочих если нужно было кинуть клиента кидали клиенты я об этом тогда не знал и когда я с ними встретился то я думал что действительно хотят ребята что-то серьезно интересны на этом пожалуй все не забывайте подписываться ставить лайки более того большинство не подписано просто регулярно смотрит нас а нам это очень важно так что если вам не трудно пойдите на встречу подпишитесь вам это ничего не стоит а нам прям будет очень хорошо до новых встреч с вами был герман а